Шестилетняя девочка по имени Эмма вместе со своими родителями переехала в небольшую деревню на берегу Тихого океана. У нее не было ни братьев, ни сестер, и она часто чувствовала себя одинокой. Эмма видела, как другие деревенские дети иногда возвращались из леса, где они собирали ягоды и грибы, и ей очень хотелось присоединиться к ним. Одним весенним днем, Эмма услышала, что соседские дети собираются пойти в лес за грибами. Взволнованная, она поспешила домой просить родителей отпустить ее с детьми в лес. Родители не возражали, и Эмма с восторгом поспешила догнать группу детей, которые уже вышли из деревни. Идя рядом с другими детьми, она чувствовала общность со всеми, хотя и не знала их хорошо. Свежий весенний воздух наполнился ароматом цветущих цветов, а звуки щебетания птиц наполнили воздух. Эмма восхищалась тем, как старшие дети заботятся о младших, и хотела бы, чтобы у нее тоже был старший брат. Сердце Эмма колотилось от волнения, когда они спускались с холма к реке, на противоположном берегу ее ждал лес. Это было начало весны, и снег на холмах растаял, в результате чего уровень воды в реке значительно поднялся. Старшие дети посадили на плечи своих младших братьев и сестер и торопливо начали переправляться через реку. Потому что вода была очень холодной. Когда они достигли середины реки, вода достигла их талии, и младшие братья и сестры, Сидя на плечах старших братьев и сестер, подняли ноги в воздух, чтобы не остудить и не замочить их. Эмма видела, что река глубокая, и она не сможет ее пересечь. Поэтому она искала глазами кого-нибудь, кто мог бы ей помочь. «Переплыви реку! Она глубокая, но не широкая!» — крикнул маленький мальчик, сидевший на плечах своего старшего брата. Но Эмма не умела плавать. Она наблюдала, как старшие дети уверенно продвигались вперед. В то время как сомнения грызли ее изнутри. Вдруг, маленькая девочка, сидевшая на плечах брата, крикнула, «Эй, ты! Иди туда! Вниз по реке! Там не так глубоко, следуя совету!» Эмма бросилась вниз по течению, надеясь на более легкую переправу. Она сняла туфли и вошла в реку. Сердце ее колотилось в груди. От ледяной воды у нее по спине пробежала дрожь. Но Эмма медленно и смело продолжала идти вперед. Однако по мере того, как она продвигалась вперед, вода углублялась, и ее захлестнула волна страха. Когда она почувствовала, что течение такое сильное, что легко может сбить ее с ног. Эмма вышла из реки и снова надела туфли, чувствуя себя побежденной и разочарованный в себе. Внезапно она увидела двух охотников, сидевших на лошадях. Их силуэты резко выделялись на фоне восходящего солнца. С приливом надежды Эмма бросилась к ним. «Извините, пожалуйста. Не могли бы вы перенести меня на другой берег реки? Я слишком маленькая и не умею плавать», — попросила она. Охотник посмотрел на нее с усмешкой и ответил. «Садись со мной на лошадь, и я отвезу тебя туда». Эмма подошла ближе к лошади. Она была огромная, страшная и сильно воняла. Мухи летали вокруг нее и кусали ее постоянно. Поэтому лошадь все время мотала своим хвостом и гривой и встряхивала свое огромное тело. Эмма никогда раньше не ездила на лошади и не знала, как на нее садиться. Охотники посмотрели на нее и засмеялись, отчего Эмма сильно смутилась и отошла в сторону. Унылая и разочарованная, Эмма отвернулась и пошла обратно к реке. Дети уже были за холмом. И она больше их не видела. Даже если Эмма переправится через реку, она их не найдет, потому что никогда раньше не была в лесу. С тяжелым сердцем Эмма грустно поплелась домой. Лежа в постели, Эмма не могла избавиться от чувства одиночества. В своих мечтах она представляла, что у нее есть старший брат, который всегда будет рядом с ней, проведет ее через лес и через реку. Во сне они были только вдвоем, и Эмма не хотела, чтобы в ее сне присутствовал кто-то еще. Ты знаешь почему?